Первыми легендарных фигуристов увидели сахалинские журналисты. В объективы фото и видеокамеры они попали слегка уставшими. Сказываются долгие перелеты и тренировки. Традиционные вопросы о Сахалине, все фигуристы здесь впервые, и программе выступлений. Сразу четыре концерта у нас, и понятно, что, наверное, могло быть и пять, шесть, если бы было бы абсолютное доверие к тому, что действительно приедет такой золотой состав, как бы приедет сюда. Илья Авербух, Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Татьяна Татмянина, Албена Денкова. А ведь еще год назад приезд и выступление на Сахалине звезд такого масштаба казалось немыслимым. Появление ледовой арены, грядущее открытие ледового дворца, эпохальные события в истории сахалинского спорта. Так получилось, что приезд Ильи Авербуха и его именитых коллег совпал с созданием Островной федерации фигурного катания. Мы тоже ставим перед собой очень амбициозные планы и привлекать сюда на Сахалин профессиональных тренеров, и это будем делать. Но, безусловно, на Сахалин, мне кажется, это начало. Фигурное катание на Сахалине можно и нужно развивать, уверены чемпионы. За час до выступления они дают эксклюзивный мастер-класс для юных фигуристов. Своим кумирам ребята не дают ступить на лед. Чемпионы будущего засыпали олимпийцев цветами. Многие, еще совсем малыши, едва научившиеся говорить, уже уверенно стоят на коньках. Что тебе нравится в фигурном катании? Фонарики. Фонарики. Фонарики, да? Я отдала ее рано, в 4 года, поэтому надежды большие. Тем более, что я фигурное катание сама учусь с детства, люблю, но по телевидению только удавалось. Так, чтобы принимать участие, даже тренировки, это просто было за счастье. А вот сейчас мой ребенок, мои надежды, попущает жизнь. Еще пара минут и на арене гаснет свет. Зрители погружаются в ледовую сказку, в ледовую историю любви. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Два часа пролетели как одно мгновение. Южно-Сахалинск – первый город, где Илья Авербух представил свое новое шоу. Впереди у олимпийцев и чемпионов мира еще 44 выступления по всей стране. Но на Сахалин они обещали обязательно вернуться. Екатерина Жорова, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...